Добрый день всем, мы с вами начинаем. И я хотел сказать, что у нас с вами остается всего две лекции. Всего две встречи. Мы встречаемся сейчас и через две недели. У меня в прошлом году было больше на одну лекцию, поэтому у меня последний материал тех трех лекций, которые остаются, мне придется уезжать в две. Если вы хотите, то можете послушать прошлогоднюю лекцию так же, но в этот раз мне придется кое-что сократить. И поэтому сегодня мы с вами в спешном порядке закончим среднеанализмский период, а именно лексику среднеанализмского периода. Я на ней буду останавливаться вообще мало, потому что у вас много будет этого материала в лексикологии. Вы будете это попробовать в следующем семестре разбирать и на семинарах тоже. И потом мы сразу пробежимся очень быстро по социо-культурному контексту, но в английского периода, тоже там это все будет достаточно скомканно. И сконцентрируемся в первую очередь на достаточно важном и нужном материале на фронтических изменениях раннего аномаскута или великого землиного роста. Потому что это прямо очень-очень важное тело, которое нужно знать, и желательно пройти ее пораньше. Итак, сегодня мы начинаем с лексики среднеанализмского периода. Напомню вам, что после нормандского взаимодействия на британские острова приехало очень много французских премесленников, специалистов, и вообще много у некого норманнов, и они принесли с собой также французский язык. Даже был период, когда английский король, который по происхождению нормандского герцога, претендовал на территории Франции. И в течение 100-летней войны вопрос, кому будет принадлежать Франция, он решался, будет ли она принадлежать английскому королю либо французскому парижскому королю. И в итоге все это закончилось тем, что английский король потерял все свои владения во Франции, а он владел в определенном периодчике или больше территории Франции, особенно после брака Элеоноры Аркетанской с Деной Второй. Она принесла еще с собой беданную большую часть французской жизни. Так вот, после окончания этой войны мы видим, что вся территория Франции осталась за Францей. Французские заимствования начинаются с самого начала и продолжаются до самого конца среднеангельского периода, при этом их количество по сути даже увеличивается к концу среднеангельского периода. Наблюдается интересная закономерность. По мере того, как французский язык ослабляет свои позиции в ангеле, именно как язык, тем больше заимствование французский в ангельском языке появляется. Мы с вами поговорим почему так, но такая вот закономерность есть. Наиболее ранние французские заимствования называются также нормандские. Те, которые пришли в нормандский период во время англо-нормандского владычества, когда вся знать говорила на англо-нормандском языке. Более поздние заимствования, 13-14-15 веков. Какие-то заимствования сохранились с нормандского периода, в том числе Фонт, Донт, Ант, а какие-то уже были по-новому заимствованы позже. Чанс, Ранс, Чейнгер. Также из вот этого процесса заимствования в разные эпохи были появились так называемые дублеты, этимологические дублеты, когда одно и то же слово было дважды или даже дважды иногда заимствовано из одного и того же языка, из разных языков, в данном случае из одного и того же языка, но в разные периоды его впечатали. Причем заимствовано было с разной политикой, с разным политическим обликом и с разным значением. Например, Копс – труп человека по дипломатическому корпусу. Кэблли – доваление, ущербованный галантность. Кэкш – поймать, че есть преследовать. Этимологически это одно и то же слово, только заимствовано было в две разных эпохи. Сначала раньше в нормандскую группу, потом позже уже так называемые троническими заимствованиями. Области жизни, в которых появились французские издательствования, они очень обжидные. В первую очередь они касаются, конечно, тех властей жизни, которые связаны с правительством, с общественной жизнью. И с разными искусствами ремеслами. Это логично. Нормально мы управляем, и они очень умелые мастера. Напомню вам, что Англия выступала в то время Франции по своему развитию цивилизационно-технологическому, и французы в данном случае были законодательным мод во всех смыслах для англичан. Вот мы видим, что в области управления государством, феодальных отношений, судопроизводки, в армии, в области вооружения, очень-очень много французских заимствий. Это всего лишь примеры некоторые. Это не все заимствованные цивилизационные, их гораздо, гораздо больше. И они проникают во все вот эти вот сферы. Воинские звания, опять же, это армия, в области религии и церкви. Строительственная архитектура. Вы помните, что нормандцы, они большие спитались у постройки соборов и замок. И всякие городские ремейства. Есть также классический пример, который вы обязательно запомните точно, потому что он потом будет встречаться в мексикологии. Это то, что названия животных разных домашних, то есть сохранились все время в английском, исконные, то есть английские слова. А вот название миаса этих животных стало обозначаться французским словом. Почему? Потому что последние англичане, да, в более низшей классе, а ели-то в основном нормандцы. Да, нормандцы. 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 Но также очень много французских заимстваний есть и необычных слов. То есть это не только какие-то четко ограниченные тематические сферы, это и каждодневные лексики. Теперь посмотрим, как происходило расширение применения сферы английского языка и в соответствии с этим, как рос потом французских заимствий. Мы попробуем объяснить эту логику, почему французский язык теряет свои позиции в английском, а количество французских заимствий растет и растет. Если в начале среднеангельского периода во владении английского языка была только сфера бытового общения, а все остальное, все эти сферы, они обслуживались французским языком, то по мере того, как вытеснялся французский язык, все эти сферы потихонечку, естественно, занимались английским языком. И юриспруденция, и армия, и образование, и ремесла, и архитектура. Из всех этих сфер потихонечку уходил французский и оставался английский. Но как только люди начинали говорить на английском в этих сферах, у них сразу же ощущалась явная нехватка французского языка. Потому что в английском языке всех этих слов, всех этих понятий, которые в то время не были во всех этих сферах, не было. Вся эта терминология, все тонкости, все было на французском языке. Поэтому какой самый простой способ продолжать дальше деятельность в этой сфере, но пользоваться этим родным языком? Взять и заимствовать уже знакомое, хорошо известное французское слово. И вот таким образом, уходя из Англии, французский язык оставил английскому языку у нас огромное наследство. Это вот эти все заимствования из французского языка. И вместо того, чтобы уничтожить английский язык, французский язык, наоборот, обогатил его. Да, английский язык в данном случае взял в пленник все эти французские слова и стал от этого только гораздо, гораздо богаче. Осталась, по сути, только сфера религии. Она остается в ведении латыни, неприступном до начала Новоангельского периода. И заимствования имели разную судьбу. Могло быть заимствовано слово французское, при этом английское слово, которое могло существовать к этому времени, оно могло сохраниться. И возникали синонимические ряды. Например, begin commands, wish, desire, happiness, publicity. При этом такие ряды отличают то, что английское исконное слово осталось ежедневным, нейтральным begin. А французское слово становится более формальным, официальным, возвышенным словом, commands, wish, desire, happiness, publicity. Все они носят вот такой вот оттенок. Либо же могло быть французское слово заимствовано, и оно могло вытеснить исконное английское слово. Вот вы видите здесь эти слова, английские исконные фиолетовым шрифтом, которых уже не осталось в современном английском. Их место заняли французские слова, которые нам хорошо знакомы. Французский язык оказал огромное влияние на словарный состав английского языка. По сути, по некоторым подсчетам, до 70% словарного состава английского языка – это слова романского происхождения. Французский плюс латыни. Возникает вопрос, почему тогда английский считается германским языком. Потому что 90% слов обычных, ежедневных, наиболее часто употребляемых, это слова как раз германские, исконные слова. А французские и латинские слова – это в основном термины, слова возвышенного стиля, официальные, литературные всякие слова. То есть поговорить без французской заимствования тоже почти невозможно, но хоть как-то. А вот читать книжку уже, конечно, нельзя. На словообразовании я не буду даже особо останавливаться, скажу только, что старые суффиксы продолжают быть продуктивными, их используют, чтобы образовывать новые слова. И справа вы потом на досуге изучите те слова, которые появились в среднеанглийский период со старыми суффиксами. При этом, посмотрите, иногда новые слова образовывались с корнями, заимствованными. Например, корень красота – это французское слово, а если добавить ему слово в суффикс «pul», получится английское слово «beautiful». Во французском языке такого слова нет. Продолжаются процессы словосложения, то есть образования слов из двух и более корней. Возникают такие известные слова, как «breakfast». это слово возникло из «break and fast» – «нарушить пост». Либо «table» – «cloth» – «тряпка на стол». «mean» – «while» – «среднее время», то есть посередине времени. «already», «already before him», «before him». И на этой табличке кратко представлены самые важные акценты во всех сферах изменения английского языка в среднеанглийский период. Красным я выделил те ячейки, те строки, которые претерпели наибольшее изменение. Вот мы видим по уровням языка графика, фонетика, грамматика и лексика. Графика, как вы помните, очень сильно изменилась в среднеанглийский период. Возникла чрезвычайно неустойчивая, непоследовательная и временами не логичная система, и она сохранилась до нашего времени, в общем, в значительной степени. Также очень сильно изменилась грамматика. Она изменилась за счет, в принципе, небольшого изменения фонетики. Фонетика не так сильно меняется в среднеанглийский период. Происходит, главным образом, редукция неударных глаз. И вот это ведет к коренным фундаментальным изменениям в грамматике, к ослаблению и потере склонения и стрижения, к развитию аналитизма. Хотел бы еще и еще раз вам напомнить, что такое аналитизм. Синтетический трой языка – это когда грамматика выражается внутри слова с помощью суффиксов, окончаний и, соответственно, склонений, поддержей и стрижений. Аналитический строй языка – это там, где грамматика выражается вне пределов слова, за пределами слова, с помощью предлогов, служебных слов, порядка слов и интонации. И вот английский язык развивается в этот период, проходит изменения от аналитического строй к более синтетического строй к более аналитическому. Лексику я выделил оранжевым цветом, потому что здесь происходят большие изменения, но они не очень сложные. Мы видим, что происходит огромный наплыв французских заимств. Они, конечно, сильно меняют облик языка с точки зрения лексики, но эти изменения не такие сложные, не такие разнообразные. В основном, да, это все заимствование из страны. Все, мы переворачиваем лист, переворачиваем страницу со среднеанглийским языком, мы с ним, с этим периодом мы с ним закончим. Да, вот мы с вами рассмотрели график, орфографию, фонетику, грамматику и лексику среднеанглийского периода. Есть ли у вас вопросы о среднеанглийском периоде? Ну, пока, наверное, нет. Плохо, но ничего. Новоанглийский период. Сейчас я галопом по Европам расскажу очень кратко про социокультурный контекст новоанглийского периода. Просто, чтобы мы представляли, в какую эпоху происходят дальнейшие изменения. Такая же табличка про новоанглийский период. Вот мы видим, что графика и грамматика, они находятся на голубом фоне. Изменений каких-то уже капитальных у них не будет. Графика, орфография чуть-чуть будет упорядочена, но в значительной степени сохранится такой же безумный, какая она была в среднеанглийский период. Грамматика пройдет период упорядочивания, в ней завершаются процессы, которые проходили в среднеанглийский период. Практически полностью теряется окончание, соответственно, поддержанной системы. Полностью теряется практически все стрижение. Это все происходит постепенно. Возникает также языковая норма. На следующей лекции мы поговорим про то, как формируется норма новоанглийского языка. Возникает понятие правильности и неправильности. КОНОЧИТ КОНОЧИТ Возникает КОНОЧИТ О, это были колонки. Но я думаю, что колонки нам не нужны, поскольку я читаю без микрофона. В лексике мы увидим, что она тоже здесь на оранжевом фоне, то есть в лексику приходит огромное тоже количество зависимых. Сначала из латыни, это будет что-то похожее на французское нашествие слов, а потом из разных других языков. Но опять же, эти изменения, они, конечно, тоже поменяют облик английского языка с точки зрения лексики, но они не очень сложны. А вот основные изменения произойдут именно в области фонетики. Вот вы видите, она на красном фоне, потому что в раненого английского периода проходит великий сдвиг глаз. И насколько это все сложно, запутанно, но в то же время фундаментально, вам предстоит оттянуть буквально через несколько минут. Посмотрим еще раз на подпериоды. Хотел просто напомнить вам, что в новоанглийский период выделяется еще один, первый, ранний новоанглийский период, с 16 по 18 век. Что это за временные рамки? Что происходит в России в 16 веке? Кто, точнее? Иван Грозный. А в 18 веке это Федор Первый и Екатерин. То есть вот приблизительно к 18 веку завершается ранний новоанглийский период. Почему его выделяют? Потому что ранний новоанглийский период это период, когда еще период становления нормы. Все еще очень сильная вариативность. И если, как можно отличить, в общем-то, интуитивно, тексты раннего новоанглийского периода? Современный англичанин их не поймет. Ну, поймет очень большим трудом, то есть практически у него будет очень много. Он не сможет это читать, по сути, без специального комментария. Если среднеанглийский вообще нужно, как бы, специальное умение, да, чтобы читать англичанину, ну, или, как минимум, там, словарик какой-нибудь, то раненого английский понятен, в общем, в целом, для словаря, но очень многое остается темных мест, необходим комментарий. Многие слова имеют другие значения, какие-то слова еще есть, которые потом пропадают. То есть это такой вот период. Вы никогда не пробовали писать русские тексты 16-го века или 17-го века. Ну, вот если вы почитаете что-нибудь в времени Михаила Федоровича романа, ну, это вот что-то такое. Начиная с 19-го века, по сути, мы имеем дело уже с тем языком, в том его виде, с каким мы сталкиваемся сейчас. То есть, если какие-нибудь произведения 18-го века еще тяжеловаты, там, вспомните в русском языке, в русской литературе, Смела Моносова, Тридьяковского, они такие тяжеловесные, можно прочитать, но тяжко. А вот уже 19-го века читается нормально. Да, то же самое и в английском. Диккенса можно читать, уже современный англичанин, образованный, конечно, читает. Хотя, конечно, современная молодежь может испытывать с этим сложности, не в упор будет сказано, но, тем не менее, объективно, да, время идет вперед, и даже Пушкин уже становится временами не всегда понятен в школе. Ну, вот я видел такой мем, там, имщик сидит на облучке, в кафтане, в красном кушаке, да, дети не знают, что такое ни имщик, ни облучок, ни кушак, иногда зачастую и кафтан, да, если попросить их нарисовать, то там возникают разные интересные картинки, такие, «Звездные войны», ну, то есть какой-то комментарий, да, уже, уже, пожалуй, требуется сейчас и в 19-го веке. Ну, вот вы видите, что здесь происходит, на этом мы сейчас останавливаться не будем, кратко посмотрим факторы укрепления национального языка, то есть что происходит в новоанглийском, раненом английском языке. Национальный язык, который начал формироваться в среднеанглийский период на основе лондонского диалекта, укрепляется, да, и формируется, по сути, настоящий национальный язык со своей литературной нормой. Какие факторы сопутствуют этому и, в том числе, оказывают большое влияние? Первое – это политическое объединение страны. После войны Аллой и Белой Розы прекращается противостояние феодалов, феодальная раздробленность, по сути. И вот эта вот унитарная власть, да, сосредоточение власти в руках единого монарха, она в том числе укрепляет и тот язык, на котором говорит этот монарх и весь его двор. То есть вот эта раздробленность страны сглаживается, и таким образом сглаживаются разные диалекты, возникает более объединенный язык. Изобретение книгопечатания. Но про значимость книгопечатания мы с вами подробно говорили на лекциях по среднеанглийскому периоду. То, что книгопечатание тоже создает, по сути, единый стандарт написания, лексики какой-то, то есть оно, по сути, тоже унифицирует, создает, выравнивает литературный язык. Ну вот иллюстрация к этому, да, это книгопечатание и представитель династии Тюдоров Генри Восьмер. Это, пожалуй, самый известный у нас, ну и в Иссе. Третий фактор, тоже очень важный, но о нем, к сожалению, не пишут в учебниках советского периода по понятным причинам, да. Это фактор религиозной реформации, а его нельзя недооценивать. Он ничуть не меньше, чем политическое объединение страны, может быть, даже о чем-то и больше. Дело в том, что реформация в Европе, в Германии, в Швейцарии происходит, в первую очередь, по языковой причинам. Вот интересно, да, религиозные изменения происходят по языковой причине. Почему? Потому что народы в Европе уже много столетий к этому времени томятся от запрета католической церкви на перевод священного писания на родные языки. Так было не всегда. В первом тысячелетии католическая церковь не настаивала на это, да, еще в то время неразделенная запасная церковь. Но в втором тысячелетии возникает вот этот тренд, причем многостолетний, на то, чтобы не переводить священно-фициально на родные языки. Вспомните Уиттлифа, его печальную судьбу и печальную судьбу его перевода в Библию. И вот к XVI веку недовольство людей тем, что они не могут читать священное писание на родном языке, достигает своего пика. И происходит взрыв вот этого вулкана, да, извержение вулкана. И в центре него стоит желание людей читать священное писание на родном языке. Соответственно, это оказывает огромное влияние на развитие в том числе и английского национального языка. Потому что возникает новый перевод Библии, возникает огромное количество разной литературы. Богослужение, наконец-то, переводится с латыни на английский язык. И это все, безусловно, очень сильно укрепляет, соединяет, развивает национальный язык. И четвертый фактор – это эпоха географических открытий. Тоже чрезвычайно важное изменение. Почему? Потому что англичане начинают выезжать за рубеж в больших количествах. Начинают знакомиться с другими культурами и языками. Приезжая домой, начинают описывать то, что они видели за рубежом. И сталкиваясь с другим языком, человек начинает лучше понимать свой. Он начинает понимать, что он говорит на другом языке, что есть люди, которые говорят по-другому. И вот это осознание особенностей своего языка – это тоже ведет к формированию и креплению национального языка. Кроме того, развитие Британской империи ведет к сильному экономическому подъему за счет колоний. И это тоже ведет к разным другим возможностям. Когда у страны много средств, то это ведет к возможности публикации большего количества книг, в том числе. И переводом. Ну, то есть это тоже вот такой экономический фактор, он тоже имеет место. Вот четыре этих фактора. Это политическая облимная страна, изобретение книгопекиатами, религиозная реформация и эпоха географических открытий. Если у вас вопросы. Если нет вопросов, то тему «Что такое национальный язык?» я отложу до следующего раза. Мы ее сейчас смотреть не будем. Очень кратко, очень кратко я освещу сейчас вопрос литературных памятников раннего ангейского периода. Я освещу их тоже выборочно. Что останется, ну, либо мы, если останется, любимый третий раз, посмотрим. Если нет, значит, это на вашей самостоятельной книге. Это книги Кэкстона, да, то, что он печатал. И, как вы помните, он формирует языковую норму. Первый, один из первых. Это, кстати, объявление, реклама. Один из первых текстов, который напечатал Кэкстона, была реклама. Когда он приехал в Англию, рядом со своей книгопечатной мастерской, он вывесил вот это объявление, где призывал людей заказывать у него печатные книги. Потому что он же представитель новых технологий, да, а люди очень традиционные, они предпочитают старые. Поэтому он зазывал людей к тому, чтобы печатать достаточно дешево новые книги. И вот этот фактор дешевизны, кстати говоря, тоже был не последний, потому что рукописи стоили дорого. А печатать было гораздо дешевле. И, конечно, книгопечатание завоевывает мир. Перейдем к категориям текстов. И здесь мы посмотрим, в первую очередь, что нужно помнить всем. Это Ким Джеймс Байбл. Это Библия короля Якова, 1611 год. И она, вот в энциклопеде Кристалла, там целый раздел посвящен влиянию Библии короля Якова на развитие английского языка. Оттуда пришло большое количество новых слов, выражений, идиом. То есть она, одна только, да, эта книга, она оказала колоссальное влияние на развитие английского языка. Вот как выглядело одно из первых изданий, 1611 год. The Holy Bible, containing the Old Testament and the New, newly translated out of the original tongues, and with the former translations, diligently compared and reused by His Majesty's special commandment, appointed to be read in churches, imprinted at London by Robert Barker, printed to the King's Most Excellent Majesty. Дальше, следующая категория, это художественные и публицистические тексты. Возникает публицистика, да, там, поэзия, драма, романы и памплеты. Да, это вот такие публицистические произведения. Здесь важны имена Эдмолда Спенсера, Кристофера Марлоу, это современник Шекспира, и даже некоторые говорят, что, точнее, были споры о некоторых произведениях Шекспира, они написали их Марлоу. Ну, конечно, Уильям Шекспир. Я его здесь даже не выдел, потому что, ну, теоретически, вы должны его точно знать. Но обращаюсь ко всем, не путать, Шекспир – это ранний новоангельский период. Это не средний английский, не древний английский. Да, Шекспир – это ранний новоангельский период. Джон Донн, Джон Нильтон и другие. Ну, опять же, вот хотелось бы почитать немножко. Это четвертое издание Шекспира. Давайте посмотрим, опять же, переводить я не буду, но прочитаю, чтобы вы почувствовали немножко на вкус, да, какой вот новоангельский, ранний новоангельский. Вот такое вступление к Шекспиру. И здесь мы видим, Mr. William Shakespeare's comedies, histories and tragedies published according to the true original copies and to which is added seven plays never before printed in folio. Вот такая вот ранний английский период – это Шекспир, его сонеты, с ним вы тоже знакомы. Шекспир, кстати говоря, в его произведениях появляется большое количество новых слов. Даже, опять же, у Донбеда Кристоа есть раздел Shakespeare and Thest, то есть первые слова, которые впервые появляются в покуре Шекспира. Вот, например, вот эти эти слова впервые в Шекспире. Он тоже один из, точнее, такой автор, который оказал исключительные влияния на английский язык. Уже в 18 веке появляются такие авторы, как Даниэл Дефол, я надеюсь, что вы знаете, что написал Робиндзен Круза, Джонатан Свифт, который написал «Путешествия Гулливера», ну, и Ричарда Шеридан, вы вряд ли знаете, но... кто-то может запомнить. Хотя бы Слифт и Дефол можно запомнить. Также новые категории текстов, это научные, белозорские трубы, географические описания. Мы помним, что в этот период уже развитие науки, географические открытия. Например, такая книжка, о которой вы тоже вряд ли читали, это Ричард Чанслов, книга о великой и могуществе на царе России князя Московского. Было бы интересно почитать, но нет времени, у меня вот даже фрагменты оттуда есть. Он описывает Россию, и время у Ивана Грозного, к этому времени относится к установлению дипломатических связей между Англией и Россией. После этого он святался к Елизавете, да-да-да, совершенно верно. Фрэнсис Бекон, Исаак Ньютон, не могу себе отказать, удовольствие прочитать. Он удивляет, насколько густро населено Подмосковье, между Ярославлем и Москвой. Ну, это вот записные книжки Сака Нинтона, вот так вот. Еще одна категория литературы – это трактаты о языке и словаре. И все это ведет к стандартизации языка, на этом я сейчас останавливаться не буду, почему? Потому что, надеюсь, об этом расскажу чуть подробнее в следующий раз. И, соответственно, вот это мы все прокручиваем и начинаем другую лекцию о великом сдвиге глаз. Есть ли у вас вопросы о социокультурном контексте новоанглийского и о литературе? Пожалуйста. Да. И это особенность раненого английского периода. Да-да-да, только в английском осталось, а в английском ушло. Это потом уйдет. Да. Оно было. Оно было. Оно было, безусловно. Да. Да-да-да, потому что это же существительные, это предмет, объект, это имена. Да. Да. Хорошо, что вы заметили. Интересно. Итак, следующая лекция. Да, еще вопросы? Пожалуйста. Да. Давайте технические вопросы по семинару после лекции. Есть ли еще вопросы по теме? Да. Давайте. С. Да. Это, да, это будет, но даже на это, по-моему, я не особо особо, даже про это я не говорю. Да, правы про то, что значок С похож на Ф. Ну, как же это на самом деле? С. Да, да-да, страйф, да, сесть. Это, ну, это вот развитие графики, оно еще претеркивает некоторые изменения, это вот то, что уже и будет изменяться после, то, что уйдет после восемнадцатого века. Да, вот еще в восемнадцатом, ну, в семнадцатом веке это так, но уже после восемнадцатого века будет С, как в отрицей. Во-первых, по смыслу, во-вторых, у F, если вы увидите, у нее черточка более отчетливо нарисована. У S у нее с одной стороны как бы, а у F с другой стороны. Ну вот так. Кстати говоря, насчет Шекспира. Вот я сказал о том, что современные англичане просто так его не поймут, даже образованные люди. Как публикуется Шекспир? Я, кстати, всем советую попробовать почитать Шекспира в оригинале. У нас должны быть издания. Хотя бы что-нибудь одно попробовать почитать. Это очень красиво. Необыкновенно красивая поэзия. Но чтобы ее читать, нужно читать ее в Кэмингвиновском издании. Знаете, какой издание Кэмингвинов? Там на одной стороне, ну пингвин. У него не значок пингвин. С одной стороны публикуется оригинал, а с другой стороны публикуется выборочный перевод и комментарий. То есть там, где понятно, что выражение у Шекспира очень туманное и может возникнуть непонимание, авторы комментируют это и переводят на современный английский. Либо объясняют языковую игру. Поэтому это интересно читать именно в таком издании. Итак, перед нами лежит тема фонетики раннего английского периода. Как я уже сказал, фонетика в раннего английского периода проходит самое большое изменение из всех уровней языка, с которым что-то происходит. По сути, это последнее такое большое изменение, после которого английский начинает звучать и выглядеть так, как мы к нему привыкли. А изменения действительно колоссальные. Поэтому называйте Великий Сдвиг Глаз. The Great Bound Ship. Насколько он великий, мы можем судить по тому, как читалась, например, эта фраза. Звучит совершенно по-другому. Мы помним, что если вы хотите почитать по средней английски, нужно просто читать английский текст, как его бы читал человек, не знающий правила чтения. Вы будете читать на средне английском. И вот все, что произошло потом, то есть все, что нам приходится учить с таким трудом в школе, это все во многом результат Великого Сдвиг Глаза. Великий Сдвиг Глаз в первую очередь затрагивает семь долгих гласных вот в этой трапеции. Соответственно, мы видим, да, это переднее, подъем, да, и ряд. Глазные гласные переднего ряда, это И, Э, 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 то есть И долгая, Э узкая долгая и Э широкая долгая. Давайте мы их произнесем. На этой лекции нам придется самим все это проходить, чтобы почувствовать, как прошел Великий Сдвиг Глаз. Давайте. И, Э, Э. И, Э, Э. У, О. Закрыто. О, А. О, А. Да, теперь давайте прочитаем примеры. Слава слов. Вот, Э. Низ. Взим. Взим. Ез. Узкий улыбочный. Л де. Широкий, покавный. Ле. Взим. Э, луда. Днег. Ага. Оос закрытый. Гос. Гос. Еще разок. Стон широкий. DVD. 모ирский. Стоом. Такое же агна А похоже. Стон. Ага. И последнее-то. И вот всему этому, как вы видите, предстоит изменить. Как это меняется? Сначала посмотрите на меня. Легко запомнить что? Общий процесс. Вот это нужно очень внимательно сейчас слушать, потому что то, что я сейчас скажу, вам это объяснит все. Если вы это поймете, то вы поймете все и легко запомните. Вся эта система уезжает наверх. Все уезжает наверх. А куда деваться тем, кто уже на самом верху? Они ударяются об потолок и падают на самом низе. Один английский пригладывает метафору, а по-моему, она гениально описывает этот прыжок. Все съезжает наверх, а то, что уже наверху, ударяется об потолок и падает вниз. То есть что мы видим? И падает вниз и становится ай. У падает вниз и становится а. Не сразу, да? И проходит стадию эй, то есть мис, мис, мис. У проходит стадию о. Луде, лауде, лауде. То есть эти все изменения постепенные, но в итоге заканчиваются тем, чем заканчиваются. Узкое э уезжает наверх и узкое о тоже уезжает наверх. э, гес, гис. Гос, гус, гус. 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 И самый непонятный путь. Оно сначала уезжает вперед, становится более переднего ряда. Потом оно уезжает наверх, становится э. И в итоге оно уезжает на два этажа вперед, но в диктонге, становится эй. Намэ, нэм, нэм, нэйм. Вот такой путь развития. Сейчас мы все это подробно разберем с разными примерами. Обратите внимание, что у сколько гласных? Семь. Соответственно, семь этапов. Семь элементов великого сдвига гласных. Вот смотрите, первый элемент касается и долгого, потом второй элемент у долгого, э закрытого, четвертый о закрытого, пятый э открытого, шестой о открытого и седьмой о долгого заднего. Ну, первое изменение, и, в, а, да, я думаю, что вы его все поняли. Оно проходит через промежуточные стадии. И давайте мы сейчас с вами это быстренько все прочтем, чтобы прочувствовать это. Потому что, чтобы понять это, нужно все-таки самому это прочувствовать. Иначе это не очень понятно. Субтитры создавал DimaTorzok В эту же категорию попадают и такие слова, где, по идее, должна быть краткая «и». Но, за счет чего там оказалась долгая «и»? Те, кто хорошо и подробно учил древний английский язык, помнят, что там был процесс удлинения гласных перед ликвида кумута. Перед сочетанием «род», «нд», «мб». Поэтому в среднем английском периоде они уже были с долгой «и». Получилось «кин», «бин», «клим», «чильд», «уилд», которое стало «кайн», «байн», «клайн», «чайлд», «вайлд». Пожалуйста. Ким, кин, «бин». Читаем. Ага, а теперь по-современному. Да, понятно, да? Исключением. Исключением будет то, когда после гласного идет «р». Причем вы увидите это в каждом следующем изменении. «р» – оно кардинально меняет то, как изменяется гласное. Поэтому, например, «пир» стала «пая». Образуется новый «трихтонг». Давайте «пир» – «пая». «Пир» – «пая». Важно произнести то, как оно произносилось, чтобы понять, как оно изменилось. Следующий элемент – это изменение «у» долгого, которое проходит через стадию «оу» и не спадает в самый низ, но «трихтонг «ау». Тоон – том – town» Важно. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь есть некоторые исключения, которые прошли другим путем. Например, джуб – опускать, стюк – нагибаться, и рум – комната. Но основным, не обязательно это всем запоминать, кто запомнит, тот запомнит. Главное запомнить основной процесс. И что происходит, если за ушло, шел звук р? Тоже появляется тритон. Ур-а-у-а. Пока все логично. Да, сейчас скоро будет очень нелогично. Следующий процесс – это узкое «э» и узкое «о» переходит наверх. «И-и-у». «Вэй-ви» «Надо». «Вэй-ви». «Пэл-пи-ел». «Шэф-шип». «Ро-руф». «Кол-куль». «То-ф-туф». «То-ф-туф». «И-и-и-о-у». «У». «Проста-мольше примеров». «Хангин. Следующее изменение – это открытого, долгого – э-ээ, как во французском, которое в итоге доезжает до Иой. Но здесь возникнут некоторые заметки. Потому что иногда оно доезжает до конца, а иногда не доезжает. И вот это совершенно рандомно. Ну, за исключением того, что, как правило, это перед д, т и с. Перед д, т, с. Ну, как бы, как это запомнить, я не знаю, но можно. При желании, что можно запомнить. Перед д, т, с. Э останавливается иногда на стадии э. И не доезжает до самого верхнего. Поэтому давайте читаем. С. 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 С Да. Но при этом, dead, dead, bread, bread, head, head, bread, bread, да? Единственное изменение, это то, что оно становится недолгим, закрытым, э, такого звука вообще в английском нет, а образуется краткое э. Да, там дышать будет по правилам, а дыхание уже не по правилам, да, ну, потому что, может быть, вот это вот э на конце, да, в глаголе дыхание, dead, да, оно оказало влияние, и оно доехало, а здесь не было окончания, не доехало, пока следим за логикой, да? Теперь, что будет, если после э, вот этого э, да, открытого э, было р? Возникает в рандомном, в общем-то, тоже порядке два диктонга. Это иа и эа. Я думаю, что всем вот это вот правило доставляло в свое время неудобства. Почему хия читается хия, но дэ читается дэ. Вот так вот. Да? Рандомное изменение. Поэтому хия, дия, кле, но дэ, тэ, дэ. Вот так. Тия, тэ, ну и прочее. Следующий какой переход? Какой? Нет, шестой. Шестой переход. Долгое, открытое о переходит в диптон. Род, род, род. Давайте еще раз. Начало открытое. Сделайте как будто рад, да? Такое, покабное немножко. Рад, род, род. Стон, стон, стон. Ак, ок, ок. Ак, ок, ок. Логично? Логично. Пока все логично, правда? Следующее какое изменение? Долгое А переходит в Э, а потом Эй. Так, 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 так. Шаг, шэк, 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 шэйк. Шаг, шэк, шэк, шэйк. Адж, эдж, 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 эйдж. Посмотрите, мы с вами на протяжении половины минуты, 30 секунд, прошли те изменения, которые заняли 4 века. Да, вот нам нужно понимать, что вот это смотрится очень легко сейчас на бумаге, но все это происходило в течение нескольких веков. Да, все это происходило, но началось буквально уже в конце среднеанглийского, и в основном это все было в раннем новоанглийском периоде. Несколько веков изменения. Вот, и таким образом, ангузский кунг. Что происходило, если Р шло после долгого Э? Он превращается в диптом Э. Кэр, сначала было Кэр. Ну, Кар сначала долгий, да, Кар. Потом Кэр и Кэр. Пожалуйста. Кар, Кэр, Кэр. Кар, Кэр, Кэр. Смотрите, мы с вами закончили самую логичную, легко запоминаемую часть великого взгляда гласных. Это 7 гласных, которые сдвинулись наверх, а то, что не могло двигаться еще дальше, упало, ударивалось от потолок и упало в глаз. Я думаю, что это вы все запомнили. Теперь начинаются некоторые изменения, где будут разные тонкости, вам нужно будет в первую очередь, всем, конечно, запомнить самый базовый процесс. Если вы не будете знать исключений, ничего страшного. Но базовые вещи нужно было бы знать всем. Итак, теперь с долгими, мы пока что закончили на время, теперь краткие гласки. Что происходит с кратким гласом? В первую очередь, это краткий А и краткий У. Что будет происходить с кратким А? Кто мне может сказать, даже пока я не перелеснул слайд? Что в основном происходило с кратким А? До такого гласа мы уже не в английском языке, он исчез. Он приходит Б, совершенно верно. А что произошло с кратким У, который, правда, сохранился, но кое-как изменились. Не в О, а в крышечку. Значит, что происходит сначала с А? Он переходит в Э, как вы правильно сказали, но не только, он еще переходит в О краткий. В каком слове? Нет, там был краткий А, должно быть. А, ну правильно, Аль, О, но это будет другое, там будет О, Тол. Ну, сейчас увидимся. Смотрите. Краткий А переходит в Э, О и долгое А. Краткий А переходит в Э, О и долгое А. Где? Значит, по умолчанию А передвигается вперед и становится Э. Как бременинг, почти, да, в таком смысле. Кат становится Кэт. Ланд, лэн, сад, сэ. Пожалуйста, все вместе. Ланд, лэн, сад, сэ. Но после звука В, он переходит в О. Он воздействует, вот этот вот округленный губной Л, воздействует на А таким образом, что он становится более темным, закрытым. Ваз, воз. Ван, лон. Ватч, ватч. Но из этого исключения есть свои исключения. Например, вилять хвостиком будет вэг. Вэг. Да? Воз будет вэгст. Трясина на болоте будет квэгмайр. Смотрите, это вот были вот эти два процесса, да? Э и О. Но вот есть еще один процесс, там, где А переходит в А дол. Это самый поздний процесс. И происходит он не везде. А почему это происходит везде? Чего? А почему это происходит везде? А почему это происходит везде? Все вот так. Развитие А, долгое А. Если кто запомнит, где это происходило, ну, тем лучше. Потом вы сможете детям объяснять, почему здесь А читается, а не Э. Но если не запомнить, хотя бы и запомните, что был такой процесс, да? Перед Ф, С, С и Р. То есть перед шипящими, перед ампликативными и перед Р. Смотрите. Там, где были С, 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 Р, то вот этот вот процесс, он как бы не заканчивался. Если в слове КАК, ЛАН, ИСАК процесс закончился, то в других словах этот процесс продолжался еще дальше. Поэтому ПАС стало ПЭС, потом удлинилось, стало ПЭС, и потом стало ПАСС. Значит, будет это звучать так, да? Если смотреть. ПАС, ПЭС, ПЭС, ПАСС. ПАС, ПЭС, ПЭС, ПАСС. Глаз, глэс, 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 глэс. ПАС, глэс, 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 глэс. Афтер, эфтер, 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 эфтер. Афтер, эфтер, 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 эфтер. Крап-креп-креп-крап. Пап-пэх-пэх-ха. Хар-хэр-хэр-ха. Барк-бэрк-бэрк-ба. А теперь скажите мне, где люди читают past, class, after, craft, path, path? Почему? Посмотрите на внимательно. Этот процесс, заканчиваясь, происходил тогда, когда прародители американцев, современных европейцев, уже уехали, уже уплыл Нейплау, а ты основатель, и они унесли с собой на американскую землю произношение, которое было в английском языке в 16-17 веках. Поэтому в каком-то смысле вот это произношение past, class, after – это более старое произношение, чем past, class, after, которое произошло уже не только в английской Британской Британии, английской Англии. И, кстати говоря, вот этот предыдущий этап, он сохранился в некоторых говорах, акцентах, западных диалектах английских. И до сих пор так тоже можно услышать, как говорят, только как раз примерно оттуда плывали от основателя. Значит, это перед ф, с, с, р. Но также еще и перед лм, и лф, и перед носовым. То есть их несколько, да, вот этих согласных, которые влияют на удлинение. Поэтому, have, 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 have. Have, 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 have. Have, 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 have. Have, 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 have. Have, 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 have. Brunch, brunch. Brunch, brunch. Blunt, blunt. Command, command. Example, example. Example, example. Ну, соответственно, с вот этими промежуточными вариантами. Поэтому в Америке говорится, have, cap, brunch, plant, command, example. Да? Это все американские. Есть исключения. Scant, скудный, grand великий, да, и ancestor, пред. То есть вот еще раз, да, ф, с, с, р, лм, л, ф, носовые. Кто придумает, как это визуализировать, какой-нибудь мем нарисовать, ну, поделитесь с остальными, может, это поможет всем нам. По великолазным? Ну, да. По великолазным? Ну, по великолазным вообще можно кучу мемов наделать. Вот. Да. Так, мы закончили с изменениями краткого звука А. Еще раз посмотрю. Это Э, это О, и это А. Следующее изменение – это переход краткого У в новый краткий гласный звук, более низкий по подъему. Это звук А, да, это А. Бакс. Мы помним, да, что нету звука А нормального, ну, нормального в нашем понимании, в английском языке. Нету краткого звука А. Есть либо А, либо А, да. Вот. Вот это вот новый звук, крышечка. Обращаю ваше островое внимание, что это новый гласный звук, который появляется в раннем новоанглийском периоде. Краткая А крышечка. Ну, называется это крышечка. Краткая А крышечка. Да. Вы знаете, как, маленький такой терминологический момент. Обычно в великим звуком гласных называют только изменения долгих, вот этих семи долгих гласных. Но, я считаю, что если мы все это подведем к введенной понятии, то что все это происходит в предъявительном атаке. Это все великий звук. А, значит, они все куда-то сдвигаются. Да, вот мы видим, А сдвигается, У сдвигается. Вот в ходе в этом понимании великого сдвигогласа возникает несколько новых звуков. Значит, первый звук, который возникает, это А крышечка. Здесь все просто. Рун, ран, кун, кам, юн, ян. Пожалуйста. Здесь есть свои исключения. Это бул, пул, тфу, тут и пуш. Это исключение. Это самый простой процесс. Теперь чуть-чуть более сложный процесс. Посмотрите, пожалуйста. Был такой процесс вот здесь вот. Я вам просто его напомню. Когда долгое, закрытое ООО переходило в У. Не помните? Вот некоторые слова, некоторые слова пошли дальше. Какие слова? Это те слова, где долгое У стояло перед звуками. В, Д, Д. То есть, да, вот этими реалярными. Ну, не только, вообще, те, которые включают в себя либо зубы, либо зубными, да? Которые включают в себя зубы, так или иначе. Они шли дальше. У них долгое ООО переходило в долгое У. И потом оно же переходило в У, краткое. И по вот этому же правилу переходило в А. Зашло это не нужно? Смотрите, поэтому блод, блуд, 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 блад. Пойдем. Флод, блуд, блуд, фланд. Нет, все читаем. Броз, а нет, мозер, музер, музер, мазер. Брозер, брузер, брузер, брата. Глоб, глуд, глуд, глаз. Дон, дун, дун, дан. Где, как ни на истории английской языка, можно почитать так, как пишется? Везде же это ругают. А здесь не только можно, но и нужно иногда почитать так, как пишется. Да, это вот этот процесс, да? То есть О в У, потом У и А. Тот процесс, который мы только что посмотрели. Раз уж попал в краткую У, то будь добр, переходи в А. Но не везде, не везде. Это еще, знаете как, сейчас я вам расскажу, исключение, из-за исключения, из-за исключения. Значит, ну кто не запомнит, я прощу. Я сам это не всегда помню. Значит, смотрите, в некоторых случаях перед К, Д, И, Т, происходил похожий процесс, но он останавливался на У. У не переходило в А в этом случае. Поэтому у нас будет БОК, БУК, БУК. ШОК, ШУК, ШУК. ПОТ, ПУТ, ПУТ. ПОТ, ПУТ. СТОД, СТУД, СТУД. Но не все случаи в этом случае переходили туда, поэтому есть у нас БРУД, грустно размышлять, ПУД и МУД. Пожалуйста. БРУД, ПУД, МУД. И вот здесь нужно постараться запомнить, какие слова с двойной О читаются кратко. БУК, ЛУК, ШУК, ПУТ, СТУД. А, где читаются долгие, да? БРУД, СТУД, БРУД, ПУТ, МУД. Вот так. Теперь, сейчас, а почему у меня нет этого? Ладно, это я не доделал. Смотрите, У переходило не только в А, но иногда этот процесс шел дальше. А именно когда? Когда после этого звука шел звук Р. Вы помните, что Р, он всегда дает что-нибудь такое необычное. И здесь он тоже дал необычное. Возник новый, еще второй, пока что, да? Новый, небывалый в истории английского языка. Звук, вот этот вот противный, да? Звук, ну кому как, кому-то нравится, кому-то не нравится. Соответственно, появляется ТУР, ПАР, ПЪ. ТУРН, ТАРН, ТАРН, ТАРН. ДжУРНЕЙ, ДжАРНЕЙ, ДжАРНЕЙ, ДжАРНЕЙ. ВУРМ, ВАРМ, ВАРМ, ВАРМ. Возникает новый звук ДОГ. Возникает он перед Р, если после него нет гласных. Если есть гласных, то все заканчивается на крышечке. Харн. Давайте я это не буду вам рассказывать. Если захотите, послушайте сами, прочитайте, все есть. Итак, еще один этап великого звуга гласных, ну как бы элемент великого звуга гласных, это возникновение новых гласных звуков на замену тем, которые уехали изначально. Вы же помните, было семь гласных, а какие остались? Только самые верхние. И, и У. Все, да? О уехала широкая, Э уехала широкая, О, Э, все оно уехало наверх. Нету. Возникают либо диптонги, либо И, и У. Так вот, в языке эти ниши заполняются немножко по-другому. Не все, но некоторые заполняются. А именно, возникают три новых долгих гласных звука. Ну, два из них уже были в английском языке. Это О и А. Они просто восполняются из других источников. И появляется новый звук, о котором мы уже сказали. Откуда, значит, они появляются? Долгий звук О появляется из... Нет, давай так. Долгий звук А появляется из краткого А. Мы это уже посмотрели. Еще он появляется отчасти из Э, но это то, о чем я вам еще не рассказывал. Долгий звук О появляется из диптонга А. А откуда появляется долгий Э? Мы уже с вами одно посмотрели. Откуда это? Из А, из крышечки. А еще откуда? Из И, после которой стоит Р. И из Э, после которой стоит Р. Да? И, Э и А. Они дают звук Э. Э. Значит, на самом деле, запомнить то, что АУ дает О, достаточно просто. Вы привыкли читать сочетание АУ как О. Кауз-коз. Пожалуйста. Драу-дро. Есть также группа слов, где не видно этого диптонга АУ. Как правило, это те слова, где А предшествует Л. Мы тоже привыкли с вами читать сочетание АЛ как О, да? Поэтому тоже это несложно. Но понять, откуда это взялось. Дело в том, что был такой промежуточный этап. Мы с вами об этом говорили, когда говорили про возникновение новых диптонгов в Среднеанглийский период. Где из ставочных звуков перед Л появлялся У, да? Например, было Стронж, Стронж, да? И вот здесь, например, был момент, когда ХАУ читался как ХАУ. И потом закономерно переходил в ХО. Давайте вместе прочитаем. ХАУ, ХАУ, ХОУ. АЛ, АУЛ, О. АЛ, ХАУ, ХОУ. ТАЛ, 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 Т Ну и, соответственно, поэтому читается «laundry», «don't», «haunt», «cause» и «paws». Это из диптонга «а» произошел долгий звук «о». Откуда еще произошел долгий «о»? Он произошел там, где в свое время возник диптонг «о». Там, где проходил загружный звук «х». Было «коchte», «тоухты», «тауч», «тоуч». Поверюшко. «Брохты», «броухты», «braут», «broхты», «броухты», «braут», «броухт». «Блохты», «болухты», «баут», «болухт». И еще один источник «О» – это когда вокализовалось, то есть растворилось. Растворился звук «Р». «Фордфор». «Фордфор». «О» закончено. Теперь «э» я вам напомню, что оно взялось из трех источников. Это где «р» шло после крышечки, после «и» и после «э». Поэтому «фордфор», «фордфор», а мы это уже сами читали. Все это было. Это было. Теперь из «э» – «вертю», «вартю», «вертю», «вертю». «Сервис», «сарвис», «сервис», «сервис», «сервис». «Али, старвис», «сервис», «сервис». «Сертайн», «сартун», «сервис». «Фордфор». «Фирс», «ферст». «Фирт», «фирт». «Фирт», «бирт», «бар». «Фирт», «бар». И когда вы будете детям объяснять, почему пишется бир, не читается д, вы можете просто сказать, раньше так и читалось. Раньше так все и читалось. Но потом из-за великого двига гласных все изменилось. И это схематично то же самое. Эр, ур, ир вот таким путем пришло в звук эр. Другие фонетические изменения, я сейчас подумаю, читается их или нет, давайте я пока не буду, читайте, оставим назад, на следующий раз. Изменения согласных, у меня 4 минуты, я успею длежать до канадской границы. Значит, 4 изменения согласных. Вокализация, что значит вокализация? Превращение в гласную, да, растворение, как шипучая таблетка. Раз, и растворилось. Озвончение в безударном слове слога, упрощение групп согласных и образование новых шипящих. Значит, вокализация р запомнить очень просто. То, о чем мы только что говорили, да, в сочетаниях ур, эр, ир, ар, ор, аре, эре, ире, р р растворяется, как шипучая таблетка, и получается а. И получается соответствующий звук, да. Ба, хам, цэн, форт, кэр, хиа, паэр. Это мы собрали вместе, все эти исключения, которые были на всех этапах великого сбега гласных, где шел р. То есть, это мы уже видели, просто здесь все это на одном слайде. Озвончение глухих, щелевых, безударных слогах. Мы к этому тоже привыкли, но здесь это опять же на одном слайде. Овбот, кэптив, из, воз, окси, кэпчез, this, that, then, with в служебных словах. Knowledge, грэмидж, вулич, экзибит, экзекьютив, экзайти. Но там, где ударение передним будет кс. Экседишн, эксекьют, эксчез. Вот самое, по-моему, самое такое простое, что можно запомнить. Это упрощение групп согласных, еще одно. Помните, было хринг, хнуту, которые упростились. Теперь упрощается все остальное, что недоупростилось в начале. Среди ангитин. Это в основном сочетания, в первую очередь, которые идут в начале слова. Кнейв становится, нейв, кнеев становится, кни, нид, найв, нол, найв. Это то, что мы все читали как-то, да, было сначала непривычно читать. Книг, нол, книг. Теперь все это становится привычным. Это уже раненого английского периода. Сочетание гн тоже упрощается. Падает г, получается нет и нол, гно. Пропадает г в сочетании в р. Right, wrong, rap, random. Также упрощаются конечные сочетания согласных. М, н, там остается только м, поэтому лэм, клайм, уцем, сона. Выпадает т в сочетании с тлор, басл, выстрел. Выпадает т в фасл, лэсс, фасл или хэйс, да, фасл. Выпадает к в масл. И выпадает т в слове often, хотя сейчас оно часто возвращается. А чем можно объяснить великий зверь глаз? Моды. Ну да, они сужаются, но даже вот эти изменения. Они на самом деле, ну как бы не очень понятно, почему. Знаете, на самом деле это мода. Обычно вот бывают такие вещи в произношении молодого поколения. Вот хочется как-то по-другому произнести. Не мис, а мэйс. А потом много уже через век. Не мэйс, а майс. Вот и все это таким образом изменяется. Ну и вот это я уже оставляю вообще вот на следующий раз. С этим мы закончим. Мы с вами хорошо ударными темпами прошли то, что нам нужно было пройти. Поэтому спасибо за внимание. И на этом мы с вами заканчиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.